О, горе мне, горе! Что же делать теперь? Кто же мне поможет, горемычному? Это же надо такому случиться! О, горе! Вот, девочки, как вы и просили, я перенес вас в Египет. Тут так жарко? Здорово, Слендер! А вот тут Сфинкс и пирамиды с фотографией, по которой ты нас перенес сюда. Да, действительно, все точь-в-точь как на фото. Только у этого Сфинкса нос еще больше осыпался. Ну, конечно, ведь ему почти пять тысяч лет. А что это там какой-то дяденька плачет? Наверное, испугался Слендера. Давайте его успокоим. Дяденька, почему вы плачете? Как же мне не плакать, девочка! Пеппа? Дядя Свинкс? Как ты тут оказалась? А где папа Свинкс? А мама Свинка? Не беспокойтесь, они дома. А я не одна. Я с друзьями. С Машей и Слендером. Ясно. Вы заметили, что вы рыдали, как девчонка. Что-нибудь произошло? Да. Я работаю в одном известном журнале и прибыл в Египет, чтобы сфотографировать мумию фараона, гробницу которого нашли совсем недавно в соседней пирамиде. Но вот беда. На второй день после моего приезда вход в гробницу был завален. Местные не хотят разбирать завал, так как считают это плохим предзнаменованием. Все, что я успел сфотографировать в этой гробнице, так это ее прекрасные комнаты, усыпанные фресками. Но так и не успел сфотографировать мумию фараона. А если я не предоставлю моему журналу фотографии с ним, то меня уволят. Нет, не беда. Этому горю я могу помочь. У вас есть фотографии с видами гробницы? Да. Вот есть одна. Но совсем неудачная, знаете ли. Не тот ракурс взял. Это не важно. И так сойдет. Все возьмите меня за руки. И я стесняюсь, знаете ли. Ну же. Что произошло? Как это? Как мы тут очутились? Дядя Свин, просто Слендер умеет переносить людей в то место, которое может себе представить. Ага. Ну тогда понятно. А где Маша? Маша пропала. Маша пропала. Маша пропала? Да. Маша пропала. Я не пропала. Я тут. В этой гробнице фараона так интересно. Ну ты нас и напугала. Будьте осторожны. В гробнице целый лабиринт из коридоров. Легко заблудиться. Но я знаю, где находится мумия. Тут недалеко. Идемте за мной. Сфотографирую ее. И выберемся наружу. Я сделаю вам экскурсию по египетским пирамидам. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как же так? Саркофаг фараона пуст. Но археологи мне сказали, что они оставили мумию в саркофаге. Неужели ее украли раскритители гробниц? Ну теперь меня точно уволят с работы. Если я не сделаю фото мумии, то лучше мне не возвращаться. Если я их поймаю, уши наберу. Знаете, уважаемый, у меня есть идея. Если бы мы вас обмотали туалетной бумагой, то вы стали бы похожи на мумию. И тогда бы я вас сфотографировал. Не думаю, что это хорошая идея. Ну бросьте. Никто не узнает, что это были вы. Но почему меня? Давайте лучше вашу племянницу Пепу обмотаем, к примеру. Или вас. Но я не фотогеничен. Слендер, кажется, Маша пропала. Маша пропала? Маша пропала. Да. Кажется, Маша пропала. Наверное, она в соседнем зале. Не стоит беспокоиться. Ну так что, уважаемый, может все-таки обмотаем? Нет. Нет. Что нет? Ее нет в соседнем зале. Я проверила. Ну тогда нужно срочно ее искать. Я же говорил, тут такие лабиринты легко заблудиться. Кто здесь? Мне послышалось, что кто-то тут прошел. Наверное, это меня ищут. Слендер, Пеппо, это вы? Нет. Папочки! Что за чудище? Все держитесь возле меня. Когда найдем Машу, я перенесу всех обратно. Наружу. Постойте. Бедный Йорик. Как же ты тут оказался? Маша обронила его. Как же еще? Но как она могла? Ведь она так его любила. Никогда с ним не расставалась. Возможно, ей угрожала опасность. Она спасалась бегством. Лата обронила. Тогда давайте прибавим шагу. И поспешим ей на помощь. Пеппа, а кто такой этот Йорик? Это наша игрушка. Понятно. Кажется, это тупик. Где же мне спрятаться? Ага, нет. Я попалась. Все кончено. Вот еще одна улика. Тряпочка. Возможно, это Маша обронила. Фу. Какой смирнящий запах. Это точно не Машу. Мы, девочки, следим за своей гигиеной. Каждый день. Дай ко мне взглянуть. Хм. Натчетливый запах трупной плоти. Гнилая материя. Да это же лоскуток с мумией. А вдруг эта мумия ожила? И теперь преследует Машу. Ерунда. Живых мертвецов не бывает. Не скажите. Не скажите. Я был до смерти замучен негодяями в лесу, когда был подростком. Да. Странные у тебя друзья, Пеппа. Мама знает об этом. Не беспокойтесь, дядя Свин. Слендер хороший. Он любит детей. Я пропахла. Это чудовище мне пропахло. Не трогайте меня. Иначе я все расскажу Слендеру. Девочка, чего ты кричишь? Я просто хотел с тобой познакомиться. Да? А вы себя-то видели? А что со мной не так? Вы ужасный монстр. Хотя себе в детстве смотан в манючей тряпке. А ты думаешь, выглядело бы лучше, если бы как я пролежала в саркофаге три тысячи лет? Никакой тактичности. Что за молодежь пошла? Ну ладно. Извините. От вас не так уж сильно воняет. Я погорячилась. Ты действительно так считаешь? Ага. Наверное, уже все выветрилось за три тысячи лет. Меня Маша зовут. А я? Великий царь Рамсес. Победитель всех народов. Я всемогущий. Я всезнающий. Я правитель всего, что только можно видеть. Но ты можешь меня называть просто Сесу. Это прозвище для своих. Сиси? Да не Сиси, а Сесу. Сосу? Да нет же. Я же говорю Сиси. Ой, ты меня запутала. Просто вы неразбурчиво сказали. Тряпка в рот попала. Короче, если хочешь, можешь назвать меня Рамсюсик. Так меня мама называла. А можно мне просто вас называть Фараон? Можно. Но тогда зови меня Великий Фараон. Хорошо. Мне очень приятно с вами познакомиться. О, Великий Фараон. Мне нужно вернуться к моим друзьям. Они наверняка уже давно ищут меня. Постой. А как же я? Как же мое одиночество? Я три тысячи лет пролежал в саркофаге. И ни с кем не разговаривал. Три тысячи лет некому было скрасить мое одиночество. Хотя жрецы утверждали, что в загробном мире я буду окружен всеми своими слугами. А тут не оказалось никого. И вот теперь я встречаю тебя. И ты говоришь мне до свидания? Ну, правда, не будут волноваться. Эй, нет. Никуда ты не уйдешь. Я назначаю тебя своим собеседником на следующие тысячу лет. Вы не посмеете! Миша! Ой, Снэнер! Вы слышали? Ничего не слышал. Я тоже. Похоже, Маша звала меня на помощь. Но, к сожалению, совсем непонятно, с какой стороны доносился звук. Ну да. Я же вам говорил. Кричать тут бесполезно. Нужно что-то предпринять. Нельзя просто идти в неизвестность. Так мы можем ее и не найти. А Маша, похоже, грозит какая-то опасность. И что ты предлагаешь, Пеппа? Мое свинячье чутье? Подсказать, что нам нужно вернуться туда, откуда мы начали поиски Маши. Согласен. Свинячитью редко подводит. Давайте вернемся. Тогда возьмите меня за руки. Ой, кто здесь? Поверить не могу. Она живая. Я не она, а он. Она еще и разговаривает. Почему вы меня называете в женском роде? Да вы хоть знаете, кто я такой? Говорящая мумия. Я великий фараон Рамсес. Покоритель мира. Царь Египта. Величайший из всех. Моя Маша, фараон. Что? Какая Маша? Ни про какую Машу я не знаю. Не ври мне. Если я узнаю, что ты лжешь, я тебя на кусочки разорву. Постой, лысый. Не горячись. К чему затевать драку из-за какой-то девчонки? Может, мы договоримся? Я верну вам вашу Машу, если вы согласитесь взять меня с собой и поселите в укромном местечке, подальше от людских глаз, но в то же время, чтобы мне было с кем общаться. С чего это мы должны брать вонючую мумию с собой? Мне так одиноко быть одному. При жизни я привык быть в окружении тысячи своих слуг. И в загробной жизни я ожидал их увидеть рядом. Но казалось, все не так, как хотелось бы. Три тысячи лет мне пришлось пролежать в саркофаге в полном одиночестве. А когда гробницу нашли археологи, я надеялся, что мне будет с кем поговорить. Но от них я узнал, что меня хотят забрать в музей и поместить под стекло на потеху людям. Поэтому я завалил вход в гробницу, чтобы избежать такой печальной участи. Так вот оно в чем дело. Затем я пошел прогуляться по гробнице и встретил девочку. Она сразу мне понравилась, и я решил, что она будет мне хорошим другом. Но тут пришли вы и хотите, чтобы я вам ее вернул? Надеюсь, ты ей не причинил вреда. Иначе у тебя будут неприятности. Конечно, с ней все в порядке. Так что, вы возьмете меня с собой? Хорошо. Я заберу тебя с собой. В моем жилище как раз есть свободный чулан для тебя. Я так же бессмертен, как и ты. Так что, у нас будет достаточно времени пообщаться. Живу я вдали от людей, и нас никто не побеспокоит, кроме моих друзей. Прекрасно. Раз так, тогда я отпускаю вашу подругу Машу. Маша, выходи. Машенька! Маша, ты в порядке? Да, Слендер, все хорошо. Ну, раз так, тогда мы отправляемся домой. А как же я? Про меня-то забыли? Если я не сделаю для журнала фото мумии, тогда меня уволят с работы. Ах да. Фараон, ты не против попозировать на прощание для нашего друга дяди Свина? Право же, я стесняюсь. Мне бы почистить лоскуты. Да хватит ломаться. Хочешь, я вместе с тобой попозирую? Ну ладно, уговорил. Это будет сенсация. Мумия фараона и человек без лица. Да этим фотографиям не будет цены. Меня ждет повышение. Ура! Ну что ж, за дело. Всем привет! Сейчас я прочитаю десять случайно подобранных приветов. Мистер Фаер, привет! Ниан Фокс, привет! Привет, Диана Мариничева! Привет, Марина Загорелая! Привет, Екатерина Чугунова! Привет, Йоко Кидс! Привет, Истории от Арта! И привет, Оде Филюкова! Привет, Мария Ши! Привет, Виктор, Летс Плей Майнер! На этом все. Ну а вы подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите в комментариях свои приветы, жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые серии и делитесь с друзьями в соцсетях. На этом всяпа, пожалуй. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok